Девушки отдыхают Всем здорова и вы все еще смогли дожить до выхода очередного выпуска В отличии от тех бедолаг, которых нам придется сегодня разобрать И говоря разобрать, я разумеется имею ввиду расчленять их на части модифицированными заточками Либо же как следует трахнуть по ним молотком И да, слово трахнуть может еще означать нанесение удара с высокой степенью шума А не то, что вы подумали, грязные малолетние извращенцы Сегодня нам предстоит окунуться в ужасающее, беспощадное, сквернословное И гнилое, словно русское сообщество по доте 2 творения Именующее себя Ну и без лишних слов Ну и стартует данная игруля Как это принято в сюжетах, где главный герой должен спасти планету или хотя бы местное население С десантирования над местом происшествия В вымышленном городе Харане Параллельно втирая нам основную миссию Мол в этом городе начал свое распространение зомби-вирус И конечно же именно в нем находится ключ к созданию лекарства Конечно же в руках основного злодея И что мы должны секретно и под прикрытием добыть тот самый жесткий диск с информацией Да-да, эти долбоящеры еще не научились пользоваться облачным хранением данных Либо же боятся хранить там свои голые фотки Ну и в итоге спасти мир Ну и совершенно беспалевно Словно негр в ночи Наш герой проникает в город Ай, блядь Ииии Его сразу же палят трое дружелюбных мужей Помогая ему отряхнуться К нашему глав герою это не особо-то приходится по душе Поэтому он вспоминает, что у него оказывается есть ствол Уёбывайте отсюда, уёбывайте Спугнув местных аборигенов Он привлекает внимание других местных аборигенов Почему-то забывает, что у него есть пистолет Вследствие чего позволяет немножко отведать свои плоти Не в пидорском смысле Далее прибегают третьи местные аборигены На сей раз действительно дружелюбные И уже они начинают вкушать его плоть В том самом смысле Судя по производящимся звукам Но на самом деле это оказываются представители местных добрых NPC Какая-то тёлка У которой явно хватает времени на макияж И её брат Видимо не самый любимый Раз она так попросту бросает его на произвол судьбы О май гааааааа Рискуя жопой ради какого-то только что буквально свалившегося с небес незнакомца О да Древняя мудрость гласит Что тёлки без ума от плохих парней Ведь лучшие из них падают именно с небес Да Люсь но если быть серьезным ой пардонте то в ее поступки нет ничего неразумного вы бы тоже предпочли отдаться какому-то мужику даже если вы тоже мужик нежели своему брату хотя кто вас знает затем наш герой очухивается почему я говорю таким уебанским голосом затем наш герой очухивается спустя несколько дней хрен знает почему ну хоть не 28 и его начинает обучать основному элементу данной игры паркуру еще один брат той самой тёлки кажись его зовут амар или что-то типа того но на мой взгляд это никто иной как наруто кто еще стал бы носить эти дебильные очки хотя ему бы не помешала пара с диоптриями алё я здесь под его предводительством мы узнаем как правильно паркурить словно в мир сетч и как чётенько делать прыжок веры в кучу мусора нет ну неужели вы серьезны неужели джоэлл с другого зомби апокалипсиса вас ничему не учил говно или все в этом городе настолько суровы что выкидывает на помойку лишь мягкая и плюшевая мол в жопу это говно мы любим твердое но судя по тому как главарь этих положительных персонажей носит трусы на голове и переключает каналы на телике они действительно очень суровы ну и в какой-то момент нам становится не очень хорошо и мы узнаем что мы заражены этим самым вирусом да ладно но что в отличие от модных западных фильмов и сериалов про зомбаков где 99 процентов времени героя любят друг с другом просто попиздеть здесь все оказывается не так уж плохо ибо уже доступна вакцина которая правда не лечит но отдаляет момент превращения в зомбаря и что короче эти вакцины вместе с прочими припасами регулярно поставляются на самолетах и что главный злодей со своей шайкой постоянно их пиздит и все забирает себе ну и разумеется как и в прочих модных играх мы исполняем роль мальчика на побегушках кто хочет поработать и должны втереться в доверие к добрым нпс чтобы они в итоге дали задание втереться в доверие к главному злодею и добыть вакцины для добрых нпс пока те ковыряют в задницах и в общем нифига сами не делают помогать в достижении наших целей помимо паркура будут разнообразные орудия ближнего боя щедро разбросанные повсюду и выпадающие при мочилове зомбе или людей и которые можно будет модифицировать в нечто извращенно изощренное вы устали бить по зомбям мачете словно среднестатистический бразильский преступник прихуярте к нему огнемет с электрическим модулем и наблюдаете как ваши недруги сгорают словно деньги во время летней распродажи в стиме враги будут в шоке еще можно поставить всякие медленные яды эффекты кровотечения и прочее говно однако стоит учитывать что некоторые орб эффекты спокойно перекидываются обратно на вас если стоять рядом с врагом достаточно близко что крайне бесит ну и помимо орудий ближнего боя в игру не постеснялись добавить всякого рода пукалки но еще в нашем рюкзачке настолько просторном и вмещающим в себя столько всего что даже саша грэба обзавидовалась найдется место и для всяких полезных метательных ножичков коктейлей молотова и прочих приносящих смерть и опустошение предметов еще в него влезает бесконечное количество бесполезного барахла которое создано исключительно ради того чтобы продать и стать грязно богатым да да на улице конец света но люди все еще приторговывают всяким говном и даже используют деньги предмет настолько полезный в данной ситуации особенно если у вас закончилась туалетная бумага да тут настолько хорошо идут дела у продавцов что в игре даже нашлось место тиму куку но этот который гей кому еще втюхивать железяки с логотипом яблока как не безмозглой зомбированной толпе болванчиков здесь таких навалом но речь не о том ну и в общем либо у нашего героя в портфеле черная дыра хотя тут весь город можно так назвать учитывая какой здесь срач и что кругом одни черные либо это фоллаут 3 путешествовать по нескольким довольно таки крупным локациям придется очень много так как здесь к моему удивлению и наперекор моде или если вы не знаете что это за слово вопреки моде здесь отсутствует быстрое перемещение но оно и к лучшему так как постоянное пешкодраливание и достижение своей цели через терни черно вздувшихся кожи к зомбей и случайные стычки с людьми подпитывают атмосферу выживания в зомби апокалипсисе заставляя каждый раз натыкаться на неприятности лишний раз заглядывать в дома и разграблять своими граблями тамошнее добро и в общем все делать самому однако со временем это утомляет единственным помощником в чуть более быстром перемещении по карте будет являться абордажный крюк абордажный крюк довольно таки читерский и визуально выглядящий не очень реалистично будто вы человек паук анимацию для которого поленились делать и он просто движется в сторону стены словно по рельсам давай паутина давай про реализм здесь можно много чего сказать на самом деле мол невозможно так много бегать таскать миллион пушек жрать всякое говно но при этом ни разу не посрать и прочее но ведь мы все прекрасно понимаем что это не симулятор унылого выживания где можно отравиться просроченными консервами и в итоге умереть от диареи здесь все сделано для максимального контроля удобства и веселья поэтому на реализм стоит положить болт и пользоваться его отсутствием какой еще игре можно перепрыгнуть через зомбаря в воздухе развернуться назад и в итоге размозжить ему физиономию успев уже упомянуть сходство с миром сэджем и фоллаутом на этом заимствование из других игр не заканчивается некоторые и вовсе скопировали на все 100 например взлом замков никак не отличается от фоллаутовского или же скай римского кое-чем игра похожа на left for dead здесь помимо обычных зараженных еще присутствуют и особенные есть маленькие плющиеся кислотой карлики чем-то похожие на плевунью бомбермен который умеет вот большие здоровяки с кувалдами супер мега большие здоровяки халки зомби дети суперспособность у которых является сверхзвуковой виск способность вести с ума и прикончить вас за пару секунд ну как и у обычных детей хорошо хоть с этими не надо церемониться и самое интересное зомби охотники которые появляются исключительно ночью и пугающие до усрачки но на деле они абсолютно безобидные ласковые котики потому что их довольно таки просто обойти стороной и спокойно идти своей дорогой спасибо чудо радару который показывает их точное местонахождение и то куда они смотрят и как далеко видят вот бы в реальной жизни был такой только от гопников но если вы все равно сцитись гулять среди опасных тварей всегда можно обмазаться внутренностями своих врагов и в итоге не вызывает никаких подозрений странно что это действует всего пару секунд в реальности же от этого запаха я думаю пришлось бы отмываться пару дней ах да реализм же точно есть еще слегка модифицированные обычные зомби которые умеют бегать говорить непонятные нечленораздельные фразы словно русские стримеры и звезды ютуба и порой выполняют роль хуёв который я так сильно люблю пинать а я чё да хуй пина 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 ну еще есть зомбари с баллонами на спинах которые если взорвутся то на этот шум сбежится парочка предыдущих шустрых зомби ну как можно пройти мимо и не взорвать что-то к хвенам мол это я ламп себя вам 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 Ну а чё, это было только ради забавной нарезки взрывов. Главное самому не подорваться. Ещё одно сходство можно заметить между системами прокачки здесь и в Фар Крае. Здесь также можно зарабатывать себе экспу, новые уровни и тратить очки опыта на всякие полезные перки, типа делать подкат, быстро обкрадывать трупы, крутить двуручным оружием вокруг себя и так далее. В общем почти то же самое, единственное но, здесь надо отдельно вкачивать уровни выживаемости, боя и чё-то там ещё. Мне лень смотреть. Заполучив их всех, я про перки, а не покемонов, вы превратитесь в самую настоящую машину по уничтожению зомбей. И вам станет в тысячу раз проще играть. Так как жизни станет больше, атаки сильнее, а от зомбей можно будет отмахиваться нажатием одной кнопки. А не как в начале. Долблением одной и той же кнопки снова и 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 снова. В какой-то момент это сделает игру слишком лёгкой и неинтересной. Но я думаю, что вы уже успеете её пройти и и так забьёте. Графон в игре выглядит довольно-таки круто. Картинка заставляет испытывать глазами визуальный оргазм. А видеокарте, скорее всего, боли мучения. Нет убогих теней, как в Dead Island, в предыдущей зомби-игре этой же студии. Локации сделаны с душой и любовью. Халтура прослеживается лишь в персонажах, многие из которых имеют абсолютно одинаковые лица. Органы и ошмётки зомбей сделаны максимально отвратительно в хорошем смысле. И с периодическим экс-рейм во время боя, как в Mortal Kombat, побоища получаются довольно-таки зрелищными. Более крупные, на мой взгляд, минусы коснулись сюжета. Так-то он в целом нормальный, полностью меня всем устроил, но... В нём достаточно много несуразных и тупых кат-сцен. Вот, к примеру, одна из них. Главного героя ловят, ему вроде как крантец... Ну вот он, друг, делает крамбэк и даже отрезает злодею руку. После чего... Блять. После чего злодей пафосно кричит его имя. Кули они стоят и ничего не делают. И я о том же. Из них бы вышли отличные штурмовики. Ну и в общем, такие моменты есть, и они, короче, смущают. Ну и напоследок, небольшой спойлер, но я не могу не сказать о главном. В конце игры присутствует битва с боссом. Она клёвая, оригинальная и всё прочее? Конечно, нет! Её скопировали с битв с боссами в Far Cry 3. Где просто надо смотреть и вовремя жать нужные кнопки, чтобы выиграть. Причём времени на то, чтобы сообразить, чё сжать, даётся крайне мало. И если не успел нажать нужную кнопку, мгновенная смерть и надо начинать сначала. И каждый раз выслушивать речь злодея снова и снова и снова и снова и снова и снова и снова. Даже главного героя это успеет заебать. Ну и рано или поздно мы запомним, какие кнопки поочерёдно надо жать. И главный злодей, как и любой истинный главный злодей, умрёт истинной злодейской смертью, падением с высоты. Ну и напоследок номер два. В игре присутствует мультиплеерная составляющая, позволяющая проходить миссии вроде даже основной сюжет в компании с ещё парой-тройкой людей. И вместе веселиться, кромсая упырей. К сожалению, для обзора я записывал лишь одиночный геймплей, поэтому мало могу что рассказать про многопользовательский. Кроме одного. Здесь есть режим, где команда людей мочится с командой зомбёв. И за зомбя, как и в Left 4 Dead можно играть. Но мне этот режим показался довольно-таки скучным уже через пару минут. Поэтому о его существовании я предпочту не говорить ничего. По крайней мере, в Left 4 Dead всё это сделано гораздо интересней. Ну и давайте подведём итоги. Игра получилась весёлой в плане геймплея, красивой в плане графона и ничего такой в плане сюжета. Многое было позаимствовано из других игр, но только хорошее, и что пошло на пользу. По соотношению цена-качество и по тому, насколько надолго игра способна в себя затянуть, это однозначно стоящий своих денег продукт. В наши дни, когда за четыре куска вынужден покупать интерактивное кинцо, которое проходится один раз за пару часов, Dying Light способен уделать многие из них по своей весёлости и тем, что в него надо играть, а не смотреть кинцо и жать кнопки, мать твою. Заслуженные восемь риков с бородой и один рик без бороды из десяти Хершелов, что в сумме даёт нам восемь и семь из десяти. ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИ в голову! Жгите на костре! Начните с ними встречаться!